что дорогие друзья у нас уже около 4 часов вечера я пока готовлю кушать взяла круглую кокетку чтобы немного повязать вот она продвигаю тело понемножку ну буквально там пару рядочков за сегодня всего лишь так как занимаюсь совместным проектом и вышла немного прямой эфир нужно было пойти софию забрать со школы пораньше вот так сегодня кстати давала цветочку своему пить то есть я не поливаю сверху оставлю в емкость с водой а сейчас влага уходит то что осталось нужно кстати сейчас выдавить нет у меня подставки поэтому ставлю на свою салфетку которую вязала крючком когда уйдет вся влага тогда только на салфетку поставлю что немного повяжу ну а уже вечером тогда я отыграюсь на своих процессах всем хорошего дня итак дорогие друзья у нас сегодня вторник уже сколько на часах часа четыре наверное я хочу показать вам круглую кокетку на манекене и сказать то что на манекене она смотрится намного-много лучше нежели вам показывала просто на фоне без вот объемов она не так выглядит а когда есть все рельефы это суперски смотрится я уже в инстаграме снимала stories показывала и что самое главное многие ждали видео описание на эту круглую кокетку пожалуйста я ставлю подсказку в верхнем правом углу переходите вяжите это видео описание но она достаточно подробная я объясняю все нюансы на которые нужно обратить внимание если будете вязать шахматку это джемпер я решила назвать шах и мат такое громкое глубокое название и хочу сделать красивую фотографию только нужно найти где-то шахматы буду фото делать для инстаграм и если не подписано инстаграм ссылочка в описании под видео переходите я там оставляю все схемы которые использую вязание из своих изделий немного получается вязать я хотела продвигать но было лень уже брать так как здесь двое спиц я продвигала немного другие процессы но мне нравится очень нравится вяжу на спицах три с половиной тоже видео описание это говорила не так быстро как вязать на спицах номер пять но все же хочется закончить побыстрее и возможно моя ошибка была в том что видео описание я сняла и показывал вам кругу кокетку еще не постирану так как я вижу из бобильной пряжи полотно до этого и после этого это большая разница но думаю что сниму итоговое видео в конце марта дай бог я довяжу эту другую кокетку точнее джемпер и постираю и покажу вам всю красоту этого полотна этого узора и у вас появится еще больше желания связать такое себе изделие еще вчера мне пришел вопрос когда я загрузила мастер-класс а можно такую а можно такой узор использовать для мужского изделия я точно не помню или кругу кокетку в целом или же просто узор если узор то да конечно он такой лаконичный узор универсальный подойдет как для женских моделей так и для мужских а насчет круглой кокетки хотела сказать ну это как кому идет круглая кокетка если мужчинам подходит такой вид реглана то почему бы и нет почему бы и нет я не знаю связала бы я для своего мужа круглую кокетку нужно в этом вопросе разбираться а как узор отдельно конечно же да конечно да ну что сейчас вам покажу немного другие продвижения также у меня если не показал вам уже не помню что показал что нет сейчас у меня все так не то что смутно просто столько передо мной задач стоит что я вот все мелькает перед глазами в голове что не вспомнишь о чем говорила о чем нет так вот у меня новый процесс у меня совместный проект и сейчас я вам все покажу что у меня уже достаточно большое изделие никак его не могу закончить и я для себя решила ко мне вчера пришла одна мысль что я максимум буду брать три процесса а подходит так подумал принципе меня столько и есть как-то у меня не получается доводить все до конца вяжу очень долго хочется уже вязать что-то другое лучше приходят какие-то лучшие идеи и это меня останавливает возможно останавливает возможно вообще распускаю прилетел такой комментарий вам не надоедает вязать и распускать но я же в этом не виновата то есть я не специально так делаю что начинаю потом все бросаю нет возможно я теряю смысл вязать продолжать вязать но я понимаю что это тоже не есть очень хорошо ну вот такие мысли ко мне пришли вчера сейчас хочу вам показать полосатый свой джемпер на сегодня у меня главная задача это совместный проект и связать тело довязать тело этого джемпера и как и вам говорила ранее что как только я свяжу тело сразу беру связать рукава то есть не будет передышки я ловлю себя на той мысли что если вдруг я свяжу тело и немного остановлю вязание этого джемпера то возможно так он и будет лежать самая сложная часть вязания это рукава в том плане что они будут полосатые будет идти смена нити и по этой причине я буду вязать по отдельности рукава ну а мне все-таки больше нравится вязать два сразу какие продвижения я связала вторую полосу не помню показываем или нет молочного цвета с микро пайетками потом провязала что я провязала это у меня мохерчик сприт и полухлопок от газа у бобби кота и дальше я уже пускаю кто был в начале вязания этого процесса здесь у меня идет лиза cotton gold и полу меринос а тут уже идет полоса бобинной пряжи это шервуд артикул вот она я решила так делать по той причине что не так много полу мериноса голубого у меня сейчас даже его не найду наверное бобина не здесь не могу найти а мне еще нужно вязать рукава и заканчивать низ изделия резинка связана светло-голубым цветом я хочу чтобы манжеты были в этом цвете связаны и низ то есть вот эта резинка и в планах чтобы резинка не держала форму дабы низ не был стянутым этого я не хочу возможно бы можно что-то другое придумать платочную вязку или еще что-то но так как вверх резинка это более гармонично будет смотреться и низ тоже связана резинкой так что у меня уже закончился моточек газа у бобби кота цвета какао если точно помню поэтому мне нужно найти еще моток но не знаю как найду не найду придется возможно придумать что-то другое но потом посмотрим посмотрим все вам покажу расскажу нашла ли я хватит мне пряжи или же придется как-то мудрить бросать еще какой-то цвет вот это будет очень классно гармонично выигрышно смотреться это пряжа газа у боби ву xl вот место можно ли на бросить этот цвет вам на заметку кто хочет связать себе похожий полосатик то есть ли он возможно не у каждого есть редко в кого есть тем более еще в таком цвете как это бобинная пряжа но а чем заменить вот это будет великолепно смотреться вот видите очень классно я считаю можно принципе его пустить это же все-таки джемпер где известно остатки пряжи это моя фантазия это мое творчество я никого не заставляю вязать таком цветовом сочетании то есть как мне видеться так я и вижу и тогда не буду переживать хватит ли мне на на мои рукава очень его мало у меня и снова же нет его под рукой что-то я снесла все в зал а здесь принципе нет никакой пряжи которая принадлежит этому процессу но здесь есть микро пайетка которую я использую использовала вот в этих полосах потом меня есть королевские пайетки также меня просили оставить ссылочку на магазин где заказывала их обязательно в этом под этим видео в описании я оставлю вам ссылку там была была уточнил самая низкая цена на них по крайней мере ту что я находила так махерчик сприт вот он у меня остался газа у беби коттон вот этого коричневого цвета уже нет и вот такой остаток еще мне нужно будет распустить мой свитер с косами дабы получить молочный цвет у меня его нет но я также посмотрю ящик с остатками возможно там найду нужно пересмотреть и не спешить распускать готовое изделие кто не знает о чем я говорю посмотрите последний мой влог оставляем подсказку верхнем правом углу и вы все поймете что я буду распускать какое готовое изделие того чтобы связать вот этот джемпер так ну я думаю что это все понятно очень мне нравится уже хочу довязать жду потепление нам уже передают плюс 9 днем такая стабильная теплая погода дневная ну а ночью 0 плюс один вот как то так так смотрите у меня есть такая коробка с моим процессом не не то что нравится мне удобно брать такие ящики с под обуви и держать там моточки чтобы они никуда не девались особенно когда их очень много как здесь 5 так мой новый процесс нужно такой новый но все равно горячо 0 любим наверное коробку уберу чтобы все гармонично выглядело так это мой свитер будущий свитер с большой свободой облегание я его понемногу тоже повязываю я вижу немного не за того что вот мне лень вязать нет мне очень хочется вязать и затем скучаю но у меня много времени отнимает совместный проект то есть мне нужно быть всегда центре событий где нужно поддержать участников здесь как обычно я вижу узор уже о нем тоже вам говорил о предыдущем влоге ну примерно 10 сантиметров провязана у меня регланная линия росток еще не вязала росток у меня будет азиатский так ну смотрим 10 сантиметров вот видите как у меня все четко на глаз получается так вижу на спицах номер четыре все точно помню может это даже четыре с но сейчас посмотрю здесь на чагу очень плохо виде номер спиц так номер четыре до тросик 80 сантиметров если кому интересно но мне нравится как получается так как здесь много нитей тонких бывает такое что не полностью провязываю петлю а только половину и приходится немного возвращаться в ниже лежащий ряд дабы провязать петлю правильно но это не сравнимо с тем что я вижу что получается и что в итоге получится виде готовое изделие еще ко мне пришла такая мысль сегодня что так как у меня бобинная пряжа и я не смогу ее докупить и нужно чтобы ее обязательно хватило я буду присматриваться к расходу пряжи и возможно этот свитер не таким будет большим как бы мне хотелось да он будет свободным но не сильно как я думала изначально все-таки главная задача довязать его до конца вот такая красота немного вяжу и сейчас хочу показать вам свой новый процесс думаю что вы ждете вам интересно сейчас и все увидите а новый процесс я вижу из своей любимой пряжи летнего состава это yarnart flowers сейчас вам быстренько расскажу цвет номер 260 бобин на весе 250 грамм имеет 1000 метров и состав 55 процентов хлопок 45 процентов поле акрил поле акрил напомню вам придает нитки мягкости если бы здесь был обычный акрил то она не такая была бы мягкая как на самом деле есть ну что совместный проект у меня не перестану о нем говорить потому что он занимает большую часть моего свободного времени мне хочется что-то придумать новое что-то объяснить показать да снять презентации я делала так начало совсем небольшое это хайвард мой 3 хайвард я покажу вам 2 который был связан здесь я уже набрала больше петель на горловину хочу чтобы она была пошире и наверно также покажу вам расчеты я думаю ничего такого страшного не будет так своих первых двух вариантах я набирала 120 петель а здесь же я набрала 134 петли на 14 петель больше по-другому немного сделала расчеты прибавки буду делать в каждом третьем ряду то есть стандартно предыдущие разы я вязала там чередовала несколько сантиметров дело прибавки шаг прибавок был один потом несколько сантиметров был шаг прибавок другой ну а здесь у меня будет стандартно в каждом третьем ряду то есть будет такой объемный хайвард из широкой горловиной так почему я не спешу вязать да потому что мне нужно будет сегодня до снять не до снять а снять видео очень четко как делать двойную петлю ну вот возникают участников трудности поэтому я буду по мере своего вязания показывать все элементы все таки я хочу сказать то что основой нашего совместного проекта является мой мастер-класс который уже есть на канале а если возникают какие-то трудности тогда я помогаю с этими трудностями мне вот хочется появляется когда задают вопросы вот хочется взять процесс и связать вместо участников чтобы облегчить это все что быстренько все было но к сожалению я это сделать не могу и такая мысль возникает голове как бы хорошо иметь оффлайн школу чтобы вот взять и наглядно все показать до видео это хорошо но когда в живую это совсем по-другому так что дорогие мои если у вас есть возможность обучаться вот вы начинаете для себя открывать вязание и у вас есть возможность сходить на урок вязание по определенной какой-то технике то этим нужно пользоваться это совсем по-другому это очень классно вот и много много знаний у вас будет практики и наглядно вам покажет как провязать то как другое это очень супер поэтому я не спешу вязать и провязала 5 рядов из точно помню лицевой гладью набирала на спице 275 сейчас вижу на спицах номер три и сегодня мне нужно будет вязать уже росток я вижу этот процесс по мере того как вяжут участники как только мы перешагнем росток все процесс у меня полетит однозначно показала вам новый процесс рассказала о своих продвижениях больше ничего нового и начинать не буду пока вы длится первая неделя совместного проекта потом уже немного мы раскачаемся и возможно будут будет у меня готовая работа и будет конечно же новый процесс хочется начать все и сразу но я понимаю свои возможности адекватно расцениваю свое время поэтому всего хорошего понемножку я желаю вам хорошего настроения подписывайтесь на мой канал если еще не подписаны вяжите хейверт я ставлю вам подсказку в верхнем правом углу на подробный мастер-класс вяжите это изделие реально классное оно универсальное и будет очень здорово если такое изделие будет в вашем гардеробе вы сможете взять любую пряжу не только гернард флауэрс но хейверт из этой пряжи смотрится великолепно нарядно и очень интересно помните что вас люблю ценю и всем пока пока